Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Mitsubishi Colt 2003 года выпуска. Двигатель 1.5, бензин, вариатор, передний привод. Пробег на автомобиле 233 тысячи километров. Побежало масло со стороны горы. Сниму крышки, сниму шкив, посмотрю откуда. Примерно 20 тысяч километров назад, около 20, менял. Менял, больше года прошло, менял ГРМ и менял ссадник. Вот я не помню, оба менял или один менял. Вот этот момент не отложился. Поднимаю, снимаю правое переднее колесо и снимаю крышки ГРМ. Крышку сниму для начала. Здесь вот разъем. Сразу его отсоединяю. Это на датчик положения коленвала. Он идет прямо в крышке нижней. Ну, вроде бы, 4 болта открутил, крышка должна сняться. Похоже, сальники распредвала потекли. Ну, в принципе, задача ясна. Посмотрел, сальники распредвала не меняли. Они сухие были, менялся только сальник коленвала. Поэтому ничего удивительного нет. Поднимаю автомобиль, разбираю снизу. Потом поддомкрачиваю и снимаю подушку. Поднял вот этот остаток пыльника, откручиваю. Снимаю ремень. Ключик на 14. Так, два болта на 14 кронштейн откручиваю. В принципе, можно полностью не снимать. Пусть на нижнем болтике и висит. Здесь вот закрыт болтик нижней крышки. Так, также откручиваю. Если там посмотреть, болты шкива-помпы. Четыре штуки, головка на 10. Ослабляю их. Три ослабил. Один ослабить не получается. Подлезь в верхний. Я сейчас прокручу вол. Субтитры сделал DimaTorzok Все четыре ослабил, откручу потом, откручиваю, ослабляю ремень, снимаю второй на помпу генератор Тоже головка на 14 Чтобы коленвал зафиксировать, здесь крышка на коробке Откручиваю два болта на 14, крышечку снимаю Отсюда можно фиксировать маховик И откручиваю болт шкива До конца, пока его не выкручиваю, выставлю метки по распредвалам А что не откручиваю? Откручиваю Я их и так болтом выставлю Ох, все в масле Откручиваю здесь крепление Откручиваю 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 Добавил субтитры Только не stir Абонир Добавил субтитры Осторожно Воль Ну, мне вроде бы шкив с кронштейном этот не мешает. Так, ну, то, что я увидел… А, еще один. Пять болтов от крышки я открутил, там еще шестой сверху. И, наверное, под шкивом помпы еще, наверное, что-нибудь будет. Опускаю. Немножко снизу двигатель поджал, откручиваю три болта и три гайки. Головка на 14. Головка на 14. Головка на 14. Ваши. Вот и все. Можно подушку снимать. Штифт помпы. Я открутил 4 болта, снимаю его, чуть-чуть не отходит. Вот еще болт крышки. Добавляю. 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 На крышку помою. Выставляю метки. Коленвал прокручиваю. Вот так вот выставил метки. Вот вырез и вот вырез. Также здесь вот вырез. И здесь проводка мешает тоже вырез на крышке. Вот таким образом фиксируется. Ну а теперь можно ослаблять натяжитель и скидывать ремень. Шкивы конечно повернутся, потом их надо будет ловить. Мне все равно их снимать, так бы я мог их зафиксировать между собой. Но мне надо снимать, чтобы сальники заменить. Вот так вот поставлю. Ослабляю. Натяжной ролик. Головка. На 14. Снимаю ремень. 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 Ремень в хорошем состоянии. Но я его заменю, так как он в масле купался. Так, ну шкивы, шкивы я ослаблю старым дедовским методом с помощью болта. Здесь заглушку снимаю. «Останый» Ремень. «Отогу». Пам'надери. «Отогу» 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 «Hious 잡и» «Отогу» «Отогу 7» Масло может побежать. И откручиваю болт, также ослабляю этот болт. Здесь болт на 14 мм, а здесь на 17 мм, ослабляя его. И откручиваю болт на 14 мм. Вот и все. Этот садник сухой. Садник. 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 А вот этот садник мокрый. Засверлюсь под саморез. И так же здесь. И так же здесь. Сальники дубовые. Что один, что второй. Вообще даже просто не нажимаются. Пластик. Просто галимый пластик. Сальники одинаковые. Беру новый. Здесь протираю. Сальник. 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 Сальники оригинальные. МД-372-536. Ну это сальники мягенькие. Сальник. 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 Сальник.